Следующий вопрос. Говорит, можно ли брать или давать в долг то, что не поддается измерению весом или объемом, как, например, животных или какие-то вещи или одежду? Говорит, большинство ученых считает, что это разрешено. Говорит, можно ли брать или давать в долг то, что не измеряется ни весом, ни объемом? Потому что этому нет подобия, поэтому оно подобно чему? Драгоценным камням. У Ауджиба Ан-Абиханифа ответили Абу-Ханифе следующим. Ответили хадисом Абу-Рафе, который приходит у имама-муслима. Ан-Набия, салаллаху алисаляма, саслафа Бакран. То, что пророк, салаллаху алисаляма, однажды взял в долг Бакра. Бакра имеется в виду молодой верблюд. И он не является тем, что измеряется весом или объемом. И слова ханафитов о том, что нет подобия этим вещам, противоречат этому их же самое слово относительно одежды. Когда разбирая вопрос о том, если погибнет одежда, имеется в виду, если одежда испортится и исчезнет, они говорят относительно нее, язвуту физимма тихимислюху. В этом случае он должен отдать подобие этой одежды. То есть, если он взял долг, или точнее взял на пользование, допустим, какую-то вещь, и потом приступил относительно ее границы, и по его причине, по его вине, эта одежда, допустим, сгорела. Тогда, говорит, он должен отдать подобие ей. То есть, сами же говорят, что у одежды есть подобие. А здесь говорят, что у нее нет подобия. Поэтому правильным является мнение большинства ученых о том, что относительно этого можно давать долг или брать долг. Субханакаллаху и бхамдико. Ашхаду, ла и ла и ла и ла инта, астагфираллаху, а табхуле.